Друзья, поделитесь, что может поднять вам настроение и сделать ваш вечер великолепным. Мне кажется, ребята из группы «Градусы» как будто намекают, чтобы все было здорово, нужна Ольга Бузова. Как приятно слышать от любимого человека такую важную фразу «Я люблю тебя». А когда эти слова произносит еще и любимый артист, приятнее вдвойне. Девчонки, а как вы считаете, можно ли исправить плохого парня? Кажется, у девушки, покорившей сердца солиста группы M-Band, это получилось. Сегодня в нашей студии талантливая певица, композитор и просто очаровательная девушка Аня Плетнева. Привет! Привет! Ты уже почти 20 лет на вершине звездного Олимпа. Расскажи, как тебе удается удержать свою звезду? Именно тогда, в тот момент, когда ты уже на вершине хит-парада, и когда тебя действительно все полюбили, все узнали, казалось бы, вот-вот-вот, все, ты уже королева. Главное не сказать себе «Я крутая», «Я королева». Потому что именно в этот момент что-то там наверху ломается, и именно в этот момент, собственно, тебя могут вычеркнуть вот так вот из списка, и ты полетишь вниз. То есть нужно найти свой образ, свой имидж. Ну, это, наверное, очень сложно, потому что и современные тенденции модные. Как ты вот находишь равновесие между этими двумя компонентами? Нужно чувствовать просто то, что сейчас в воздухе, ловить это всеми своими чакрами и транслировать по-своему. У меня есть прекрасная команда, у меня есть своя студия, которую я недавно открыла, и, собственно, теперь я совершенно самостоятельный артист. У меня работают прекрасные музыканты со мной, которые всегда рядом, и которые подсказывают мне, я им все там диктую что-то. Они говорят, Аня, ну, сейчас это уже как бы... Ну, и, в общем, мы вот так вот тремся друг о другу, иногда ругаемся очень сильно. Но твое слово всегда последнее. Если честно, да. Такая я. Царь зверей, король зоопарка. Я лев по гороскопу. Видимо, это все-таки сказывается. Я всегда просто внутри себя знаю, что правильно, а что нет. Раньше мы знали Аню Плетневу как солистку группы «Винтаж». Сейчас мы знаем Аню Плетневу как Аню Плетневу. Скажи, пожалуйста, что изменилось? Для окружающих ничего. Для меня самой изменилось очень многое. Если раньше со мной был рядом партнер Алексей Романов, ни для кого это не секрет, который абсолютно прикрывал меня по всем позициям, а сейчас я принимаю все решения полностью сама. Я пыталась измениться, честно, признаюсь тебе. Только тебе. Я помню, что вот когда первый раз объявили меня как Аню Плетневу, и я выходила на сцену, я куда-то выбросила свою плетку, одела длинное платье, сказала, все, я теперь очень взрослая, сильная девочка. Вот как раз песня вышла, и я должна быть взрослее, я буду, буду, буду другой. Вышла на сцену, заиграла музыка, я выхватила плетку у своего администратора и давай всех листать. Вот, потому что это я. Я же не думаю, что ты всегда была такой, с плеткой ходила с самого рождения. Честно говоря, я была всегда плохой девочкой. К сожалению или к счастью, но я такой родилась. Сейчас в твоем творчестве новый этап, и одной из его ступеней является клип на песне-игрушке. Я считаю его одним из лучших роликов за всю историю Ани Притневой и группы «Винтаж». Он очень крутой. Смотрите. Песня не про гей-пропаганду, не про оскорбление чувств верующих, не про это. И ролик не про это. Сейчас действительно в мире такие тенденции. Очень многие женщины взяли на себя мужские функции, а мужчины взяли на себя женские функции. Ты же прекрасно это знаешь и понимаешь. Ну, это эмансипация женская. Может быть, женская эмансипация. Да, и клип именно об этом. Как происходил весь съемочный процесс? Кто был режиссером? Режиссером был, как всегда, неизменный Сережечка Ткаченко. У него миллион роликов, но такие получаются только со мной. У нас с ним идеальный тандем. Он такой же просто безбашенный. У него нет тормозов совершенно. И в процессе съемок это происходит. А давай еще вот это. А давай вот так. А давай вот этого там чувака туда на шест. Стриптизер. Будет на каблуках. То есть его вот так же безумно прет, в хорошем смысле этого слова, как и меня. А где снимали клип? А снимали мы клип в Киеве, в прекрасном городе. Город вдохновения. Всегда, когда туда приезжаю, всегда у меня какие-то крылья вырастают. Часто у тебя бывают такие моменты, именно когда ты не уверена на 100% в той работе, которую ты выпускаешь? Так вообще нельзя никакие работы выпускать. Ты что, это сразу провал. В случае этого клипа я на 100% уверена. На 100%. Поэтому меня вообще не трогает никакая критика. От чего ты получаешь удовольствие? Я получаю удовольствие от жизни в целом. Это мой большой плюс. И мое большое счастье, что в своем очень юном возрасте я смогла достичь этой гармонии и ощущение счастья от каждого дня. Спасибо большое, Ань, за то, что пришла к нам в студию. Я желаю тебе, чтобы каждый твой день был наполнен только самыми счастливыми и радостными воспоминаниями, событиями. И приходи к нам почаще в студию. Спасибо большое. Мне было очень приятно. Мне всегда приятно с тобой общаться. Смотрите Европа плюс ТВ. Друзья, давайте делиться, какая история с вами произошла сегодня. Ой, кажется, Миша Марвина тоже есть, что нам рассказать. Сколько же страданий и боли приносит безответная любовь? Наверное, хотя бы раз в жизни каждый сталкивался с этим чувством. Но состояние становится куда хуже, когда ты понимаешь, что в жизни дорогого человека тебе отводится лишь случайная роль. Пытались ли вы когда-нибудь удержать свою вторую половинку? Опытные люди говорят, что делать это, в общем-то, бесполезно. Но только не в том случае, когда твой возлюбленный сам об этом просит. Вот и подошел к концу очередной выпуск программы Made in Ru. Как жаль, друзья, что нам с вами снова приходится расставаться. Но обещаю вам, что это ненадолго. Я буду появляться чаще не только на наших страничках в социальных сетях, но и в повторных выпусках в эфире телеканала Европа Плюс ТВ. С вами была Полина Слепакова. Увидимся совсем скоро на Европа Плюс ТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...